Привет, дружище, меня зовут Шамбо, и мы продолжаем хроники Мертана Архалас. А это Лоренцо прилёг поспать после обеда, но пусть себе отдыхает. В предыдущей серии Марвин разобрался с пиратами, и ему удалось решить эту проблему с наименьшими потерями. В итоге погиб только Кортес, который отказался сдаваться, а остальные пираты сложили своё оружие, и теперь отправятся на Хоринис, будут добывать руду для короля. Также я смотрел тайный храм Зодчих на болоте, открыл его с помощью старого сломанного меча, но, честно говоря, ничего там невероятно ценного или интересного не обнаружил. В целях на сегодня. Наконец-то отправиться в руины Вартхала, но меня беспокоит лишь одна запись. А я на месте, но не вижу ни Родиана, ни Кеселя. Учитывая решимость Кеселя, они могли отправиться без меня, постараюсь догнать их. И это Марвин записал пару дней назад, поэтому у меня есть подозрение. А вдруг они оба погибли? Но, честно говоря, надеюсь, что время здесь не критично, и Риордианы Кеселя в порядке, и с ними ничего плохого не случилось. Так что отправляемся в Вартхал, но сначала заглянем в другое местечко, а именно в склеп, где за статуей Иноса должно что-то располагаться. И там это что-то появляется ночью. Поэтому три фермы Бермара. Наверное, отправимся в убежище Марикатом, поспим до полуночи. А потом уже пойдем в склеп и затем в руины Вартхала. В любом случае, я буду спускаться в руины, и там придется использовать заклинание света. Так что неважно, светло или темно. Так, убежище Марикан. И побежали спать. Отсюда десантироваться я не решусь слишком высоко. А вот здесь можно попробовать. Так, Марвин, только не помри. Молодец. Спать до следующей полуночи. Кесель и Риордиан по-прежнему ждут. Алиман меня прогоняет. Ладно. Я не буду тебе мешать. Ну и давай использовать заклинание... А что это у меня в руках? Это призыв голема? Вроде бы. Неужели у меня заклинание света закончилось? Если так, то это будет просто отвратительно. А 6, да, это призыв голема. А где мой свет? Ох ты! Нормальный свет закончился, и остался только паладинский. Я напомню, что он просто отвратительный. Это какая-то дискотека, а не свет. Посмотри на это. Никакого освещения, но куда деваться. Факел я могу взять, но с... Да, и с факелами я могу прыгать. Но с другой стороны, я хотел тяпнуть Ильи, чтобы побыстрее побежать, но... Видимо, не судьба. Ладно, давай так пропрыгаем. Тут в любом случае не так уж и далеко. Так, сейчас надо открыть карту. Да, я двигаюсь в правильном направлении. Теперь нужно повернуть в бок. И там что-то мне должно открыться. Тут еще лесная ягодка. Ну, Марвин, ну залезь. Ну, ё-моё. Тут можно подтянуться. Молодец. Так, надо ускориться немножко. А с другой стороны, а вдруг сейчас нежить прибудится? Это нет, вроде никого не видно. Так, факелами разбрасываться нельзя. Погоди, там кто-то стоит. Смотри, вон впереди. А кто это? Это кто-то, с кем я поговорю, видимо. Ну, давай поговорим. Могильный голем. Там была женщина и мужик. Какой-то мужик. Я не знаю, кто это. На этом кладбище я встречал только дневник паладина о том, что он скорбел там, сделав свои выборы. Тра-та-та-та-та. Голем отстанет меня. Нет, он не взорвался тьмой, хотя было какое-то темное облако. Итак, могильный голем. Сердце болотного голема. Возможно, в душе он был как раз-таки болотным големом. Итак, эти призраки исчезли, и они отправились в сам склеп. Ну, наверное, да. Так, давай-ка еще проверю. Здесь ничего не завалялось нового. Телекинез ничего не видит. Факел, иди ко мне. Вроде никого. Хм. Я слышал голос. Так, дай-ка я возьму все-таки меч. Так, тут никого нет. Тут есть только кровь. Здесь, по-моему, был призрак. Этот сундук я осматривал. Там около алтаря Иноса тоже пусто. И здесь ведь никаких рычагов нет. Ну, есть темный гриб. И все. Так, ладно, иду дальше. Вот я слышу рык прямо здесь. Ну, типа понимаю, кто, откуда и зачем. Хм. Здесь ничего не изменилось. Мне нужно Иносу помолиться. Нехороший звук. Ну, ладно, давай помолимся. Инос благодарит за молитвы. Инос дарует вам исцеление. Мне кажется, что для этого задания или для этого события я что-то не сделал. Может, нужно было быть, например, стражником. Или, не знаю, как-то определенно выполнить какое-то задание. Там принести кого-то в жертву. Чтобы Инос на меня разгневался. Его алтарь взорвался. И там оказался проход. Как пролетать за стеной, я не знаю. Я знаю, как использовать свиток ящера и пролиться через решетки из первой части игры. Или со второй, не помню точно, где я впервые это попробовал. Может, я что, на кладбище не сделал? Там, по идее, призраки появились, и они... Но они просто взорвались. Может, они пошли туда, куда-то дальше? Здесь вот есть стрела. Неизвестный. Ну, взаимодействия нет. Мне вот эти колонны нужно в каком-то определенном порядке тыкнуть. Так, вот еще одна. Так, раз, два, три, четыре. Не понимаю. Так, и здесь, по крайней мере, никого не видать. А давай попробуем сюда сбегать. Здесь, конечно, кладбище уже не продолжалось, но был куда-то еще путь в заросли. Может, здесь появятся эти призраки снова. Тут, кстати, была статуя Белиара. Просто кровь. И вот он, Белиар. Но, не знаю, давай я пожертвую ему чуть-чуть здоровья. Может, мне нужно получить его благословение. Итак, я молюсь Белиару. Я хочу жертвовать десять здоровья. Пятьдесят золотых получено. Ну, спасибо. Здоровье стало на десять единиц меньше. Пятьдесят золотых совершенно это не окупает, но у меня вроде как есть благословение Белиара. Наверное. Хотя я сомневаюсь, что Белиар кого-то может благословить. Разве что проклянуть. А тут варги. Варги явно не откроют тот склеп. Здесь есть туша падальщика. На падальщике вряд ли будет какой-то ключ. Загадка века. Темный гриб. Нету ничего. Окей, хоккей. Итак, что произошло? Я пришел на это кладбище. Увидел, как там появилось два призрака и тут же исчезло. Появился голем. Я подобрал его сердце, которое является сердцем болотного голема. Но может оно какое-то особенное? Давай-ка я прочту описание. Вдруг там есть какая-то подсказка, что ли. Так, сердце, сердце. Нет, странный камень, в котором сокрыта магия. Здорово. Допустим, первый. Но неспроста же вот эти здесь обелиски стоят. Второй. Третий. Четвертый. И дернуть паладина за руку. С этими статуями взаимодействия нет. А может тут куда-то сюда надо зачем-то залезть. Есть лечебное растение. Я сейчас попробую немного здесь покрутиться. Подумать, что вообще можно сделать, если к какому-то решению приду, я вернусь. Ну, либо вернемся, но уже будучи в Артхале. В общем, попробую найти, как сюда проникнуть. Продолжаем. В общем, я сдаюсь. Я не смог найти вариантов, как сюда проникнуть. Я попытался также превратиться в жука, чтобы подойти вплотную к статуе и проникнуть туда. Я пришел сюда на следующую ночь. На следующую ночь здесь ничего не произошло. Я попробовал потыкать вот в эти неизвестные обелиски. В любом порядке ничего не работает. Я попробовал взять лопату и вдруг раскопать какую-то могилу или что-то еще. Ничего не получилось. В общем, ну давай полетаем. Я в итоге загуглил, как это делать, поэтому начинаем наш полет. Так, нужно только перестать быть полевым хищником, а то меня еще грохнут. Так, Ленок у меня в руках. Ну что ж, Марвин. П, Марвин, П. Далее. К, полет. Вот. Я вот здесь. Как сюда проникнуть иначе, я не знаю. Напиши, пожалуйста, в комментарии, какие именно условия должны выполняться, если ты, конечно, знаешь. Итак, я нахожусь в этом храме, если так можно сказать. Что здесь есть? Глабзик. Он не подал чай. Список павших. Хотел бы знать, что на тебе надето. Анубис. Сохранил хорошую мину при плохой игре. Рейзен. Благодаря мне ты избежал ужасного квеста. Не благодари. Возможно, это отсылки на разработчиков или тех людей, которые помогали разрабатывать мод. Далее. Макс. Я с тобой не пойду, я на страже. Полежу себе тут и немного подумаю. Далее. Фр-4. Тастик. Старый пряничный человек Локвар. Сопран. Я всего лишь хотел немного опыта. Дурлей. Гоблины восстанут. Так, если это предупреждение, то спасибо. И... Ничего не происходит. Томчак. Ну и кто теперь смеется? Павлоч. А я же говорил, что я знаю Уильяма. Шмик. Привет, мир. Ричу. Потрогай. Это же опухоль. Я пытаюсь повзаимодействовать, но ничего не происходит. Камочь. Этому миру требуется доработка. Рево. Рево. Если я ничего не добью жизни, то это на гробе лучшее, что я оставил после себя. Огонь. Огонь. Почему тебе не сдвинуть это на гробе плиты на пару сантиметров вправо? Да не сдвигается ничего. А что из-за список павших я подобрал, кстати? Список павших. На вид документ очень старый. На нем стоит печать Мертаны. 50 единиц опыта. Паладины, павшие в битве при Ватхале. Зочи, Луктор, Стал, Сокол, Униш, Саев, Лерри, Браш, Пай. Паладин-пастух. Очень интересно, как он получил это прозвище. Тадей, Дирл, Билен. За свою преданность Мертане они никогда не будут забыты. Подпись. Максим Третий. Завоеватель. Наверное, максимум справленнее будет. Но здесь пока ничего не происходит. Есть у меня, конечно, подозрение, что я сюда нечестно проник, поэтому ничего не работает. Адафа, будь ты проклят, Леонза. Койкейн. Еще одна аномалия, и можно идти домой. Катар. Пешка на Е4. Тело без записи. Ола. Лучший из лучших. Ано ни, мо, ви, лектор, хэдэ. Хак. Мила. Смерть Фабио от Волка в четвертой главе. Это канон. Интересно. Закон Крви. А, отпусти меня. Феликс. Я чуть не умер. Но работа сделана. Грифил. Позвольте мне рассказать вам анекдот про дракона. Главное, чтобы они все резко не ожили. Я вижу, здесь есть книга, и ожил мой вентилятор. Да что ж это такое. Пам-пам-пам-пам-пам. Продолжаем. Успокоил вентилятор. И здесь ничего нет. Впереди какая-то книга. Книжный стенд. Книжный стенд. Хербрингер. Его мучили сны по ночам. Он умер среди бела дня. Ярак. Что? У тебя нет рук? Все, что ты мог сделать... Что... КО-СВ-1. А Гибсон. Ах, блюдо из мясных жуков. Я бы мог есть его вечно. Кориос. Топ-10 надписей на дантгробиях. И... ЧАВИ. Нани. Глупая моя. Это читает. Бака. Итак, стенд. Долгому ожиданию пришел конец. Мы бы хотели поблагодарить всех за поддержку, которую мы получили за 4 года работы над проектом. Мы надеемся, что игра, в которую мы вложили столько сил, доставит вам массу удовольствия. А сюжет будет держать вас до самого конца. Подпись. Команда Хроник Мертаны. Код выхода 2021. По скриптам. Только будьте осторожны. Не увлекайтесь слишком сильно, как некоторые нерадивые игроки, что канули в лету вместе с некоторой мельницей. Эм... Чего? Там на мельнице что-то должно произойти. Мельница как бы уже сгорела. Есть еще мельница в Архаласе. Точнее, в каком Архаласе? В Зильбахе. Она вроде как еще целая. Ну ладно, предлагаю не проверять, что там с мельницей случится. Хотя можно сейчас пробежать. Так, два раза прыжок. Теперь деактивируйте Марвин. П-42-П. А что это был за вопрос? Не знаю. И теперь прыжок не работает. Отлично. Прыжок, в смысле, через кнопку Кей. Пошли в руины Вардхала, потому что я здесь потратил кучу времени. Если честно, я думал, что здесь будет что-то... Ну не знаю, вроде какого-нибудь интересного склепа. Там будут соперники, но... В итоге это послание разработчиков. И мне кажется, я мог бы сюда попасть, если бы... Может, всю игру прошел, кто знает. Так, ладно, я побежал в руины Вардхала. Встретимся на месте. Продолжаем. И я нашел охотников за головами, которые, судя по всему, сражаются с Риордианом. И Кеселем. Так, мари. Готово. Ты проверил, что никто не следит за тобой? Ну, честно говоря, за мной вот никто не шел. Хотя на дороге, наверное, все-таки встречались. Я наткнулся на один или два патруля Волкера. Они рыщут повсюду. Волкер должен бы действительно безумел почувствовать, насколько близок он к провалу. Просто хочу напомнить тебе, что загнанный в угол зверя обычно бывает самым опасным. А кроме того, мы пришли сюда с заданием, помнишь? Ну, как бы да. А этот человек даст нам хоть минуту покоя? Нет, никогда. Он из тех, кто никогда не оставляет дело незавершенным. У нас настоящая война. Либо мы, либо они. Эти воины наполнены всевозможными отродями Биллера. Если мы хотим попасть внутрь живыми, то нам лучше сосредоточиться. Парочка скелетов и зомби не станут помехой. Я такого опытного воина, как я или Марвин. А я говорю не только о скелетах. Вся эта местность, согласно историческим данным, не только была совершенно ототла, но и была проклята. Почти никто не посещал это место в течение многих лет. А те, кто осмеливался войти, никогда не возвращались. Кто знает, с чем мы столкнемся. Смотри в оба. И ничего не трогай, а следуй моим инструкциям. Не выполняйте мое полезение. Хорошо. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я не собираюсь умирать, пока не разберусь с этим уплётком-расставщиком. Если есть что-нибудь еще, я должен знать это до того, как мы отправимся туда, ну да. Что-нибудь есть еще, что я должен знать, прежде чем мы отправимся туда? Прежде всего, не даю себя окружить. Вышинство нежити способно пробить даже самую тяжелую броню. Постарайся воспользоваться их реакцией на каждый наносимый тобой удар. И тебе наверняка удастся удержать их на расстоянии. И если ты увидишь, как я околдую ледяной блок, лучше не подходи слишком близко. Я бы не хотел заморозить тебя. А смотреть по сторонам, ничего не трогать и очень внимательно слушать, я готов. Так, Марвин, ты не готов, потому что мне заклиная из света. Самый неподходящий момент закончилось. Закончилось. Итак, у вас, может, что-нибудь было важное для руин? Нет, всякая мелочевка, ерунда. Так, это просто кусты. Охотник за головами. Рассекатель. Потом парадам. Секирам учителя. И монетки. Слушай, Риордиан, а я помню, что здесь где-то видел призрака, и тот перемещался по данной местности. У тебя нет мыслей по этому поводу? Так, пожалуй, я возьму арбалет. Ну, чисто технический скелетов вроде не видать. Вот эти могут, наверное, упасть. Так, Риордиан, я тебя защищу. Ух, черт. Не у меня за спиной. Готово. Но эти ворота надо как-то открыть с помощью магии. Ради вся. Есть идеи, как открыть эту здоровенную железную штуковину впереди. А, не говори, гоп, пока не перепрыгнешь. Сперва нам нужно избавиться от оставшейся нежити. Марвин, зачем ты спрятал клинок? Эх, в меня стреляют. Или кто это по мне попал? Риордиан, держись. Вот теперь точно должно быть все. Ха, я бы не был так уверен. Проклятье, что же нам делать? Может, лучше выбраться отсюда? Смотри, вон там за воротами. Это поджимах оживляют все эти трупы. Он вместе со скелетами становится все сильнее. Пока он держит их под контролем, мы не сможем причинивать им вред. Нужно его остановить. Ага, нужно туда как... Он же в нескольких десятков метров над землей. А северная часть стены разрушена. Заберись на нее и беги к большой башне. Только ни в коем случае не останавливайся. И мы будем сдерживать их столько, сколько потребуется. Угу. Так, хорошо. Так, я останавливаться не буду, но по пути буду побеждать скелетов. Так, стена где-то здесь разрушена. Я помню, что забирался на эту башню. Только есть небольшие проблемы, я не помню как. Так, вот стена здесь тоже разрушена. А вот точно. Так, хорошо, я сюда забираюсь. Ай. Понятно, тебя ранить нельзя. Очередной зомби. И еще зомби. И еще зомби. Так, а ну-ка отойди. Ах ты боевой махнежити. Как же мне повезло, что я использую доспех южанина. О-о-о-о. Кто бы знал. Кто бы только знал. Бульк. Временное восстановление здоровья. Чистое здоровье. А, я хочу тебе взглянуть в лицо, скелет мах. Погоди. Вот, неплохо. Ты меня пока не убиваешь, потому что у меня доспех не пробиваем. За зомби я получаю опыт. Чисто теоретически, я могу с ним, наверное, вечно сражаться. Нужно ради кейселя или аждиана победить. Они ж так не могут. Отлично. Но я был невероятно близок к провалу. Надеюсь, удалось взять какой-то кадр. А фрагмент ключа. Я забрал его у мага в руинах Фартхала. И немного магической руды. Так что у него здесь еще есть важное. Нет, только есть камень телепортации куда-то еще. И лебедка. Так, неудачный кадр. Та-та-дам. Я тут подумал, что, возможно, стоило, прежде чем спускаться вниз в эту крепость, запастись, например, зельями. Так, погоди. Вот. Поэтому предлагаю что-нибудь наварить. Итак, зелья восстановления. А целебное зелье. А я умею варить зелья, которые полностью восстанавливали. 75-45 временно. Так, назад. Временное зелье. Эликсир повышения силы. Снепер-травы не хватает. Серьезно. Это очень плохо. А вот здесь всего хватает. Но тут одна саня-напер-трава требуется. Так, мне требуется восстановление здоровья. Черт. Если я буду в следующий раз у алхимика, напомни мне купить тону снепер-травы. Она просто жизненно необходима. Так, допустим. Далее восстановление здоровья. А чистая жизненная сила навряд ли мне так сильно потребуется. 75% здоровья было бы неплохо. Хотя бы одно. А далее. Здесь можно все семь. Ну и маленькие зелье как-то я не вижу смысла готовить. Можно хотя бы пяток. Так, чисто копейки установить здоровье. И пожалуй все. Марвен, не используй этот телепорт, пожалуйста. Десант. Я не хочу ломать ноги. Наверх я сюда поднимался. Там, кстати, а вдруг что-то появилось ценное. Но я сомневаюсь, что люди Волкера сюда забежали. Что-то стали делать. Вот здесь есть воронье гнездо. Там, возможно, тоже. Но я и сюда, и туда поднимался. Я точно помню. Киселя ранили. А ты в порядке? Несколько мертвяков не в силах остановить предводителя кольца воды. И одного из самых перспективных магов воды. А в любом случае, хорошо, что ты смог избавиться от этого скелета. Я не знаю, насколько долго мы смогли бы сдерживать их атаки. Мне удалось открыть пароходы вглубь крепости. А в таком случае не будем терять времени и осмотримся. Проверить центральную область. А мы с Киселем найдем какой-нибудь способ отпереть ворота у моста. И мы последние... И мы проследим, чтобы этих проклятых мертвяков не было желания отправиться за тобой. Я не успел прочитать, но по логике, наверное, что-то вроде того он сказал. На всякий случай предлагаю бы искать скелетов, хотя... Ржавые мечи, зачем они мне? Но вдруг у кого-то из них окажется вторая часть ключа. Это будет огромным разочарованием. Поэтому предлагаю все-таки просмотреть. Но с другой стороны, я здесь вроде не встречал каких-то предводителей, командиров. Так что, наверное, вряд ли. Ладно, пошли внутрь, где мой арбалет. Мне сказали осмотреть центральную часть. Значит что? Правильно. Нужно отправиться в другое место. Право, право, лево, 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 право, два раза влево, вправо, влево. Крушитель черепов и немного отмычек. Тяжелый двуручный меч и еще сундучок. Влево, два раза влево, три раза влево, четыре раза влево, вправо, нет, пять раз влево. Та-та-дам! Боевая булава, океанский пират и немного отмычек. Право, право, лево, право, право, нет, право, лево, право, нет, право, лево, право, лево, право, лево, лево. Полено. Это арбалет слабее, чем у меня. Немного болтов. Бесшумная смерть. Красивое название лука, но я ими не умею пользоваться от слова совсем. И, к сожалению, для себя интересных клинков я тут не обнаружил. Так, тут вроде ничего не валяется. А, скелет, ты случайно не оживешь? А есть какая-то книженция. Знание магии. Четвертый круг, том 1. Алхимический стол. Рунный стол. Еще один алхимический стол. Котелок. Скелетик. Еще один рунный стол. Руна телепортации. Нет, это я не про замок записал. Я то, что нашел здесь руну телепортации. Нет, ну это, конечно, здорово. Но мне не так далеко здесь было пробежать. Так, ладно. По всей видимости, мне куда-то сюда. Хотя, давай-ка я в центральный зал зайду. Скорее всего, Марвин скажет, я не понимаю, как здесь пройти. Может, стоит вернуться? Смотри, вот снова надгробие. Но на том кладбище оно было подписано как неизвестный. А в глубине пещеры я обнаружил огромные врата. Я постараюсь их открыть. Думаю, не получится. Большая огненная буря. Далекий труп. Приказы. Фрагмент ключа. Что за приказы? Ну, чисто визуально, по фрагментным ключам мне не хватает либо еще два куска, либо один. Так, приказы, приказы, приказы. Этот документ выглядит довольно старым. По большей части он испачкан засохшей кровью. Я поговорил с мертанцами. У них абсолютно нет желания разбираться с этой крепостью. Судя по всему, завоевание интересует их больше, чем удержание территории. Мы не можем позволить нежить и бродить по земле наших предков. Я выделю тебе 40 своих лучших людей. Отправляйся в Артхал. И очисти это место от всякой скверны. Эти события уже произошли после того, как крепость была уничтожена. Может... Ну, кто это мог сделать? Если это сын и волка, значит, кто-то из волчьего логова. Может, Ольрик или его папаша там? Марвин, вот в эту штуку нужно что-то поставить, а не сдвинуть. Проход дальше прикрыт вратами с тремя нишами. Я должен вернуться к остальным и сообщить об этом. У меня есть две ниши. Погоди. Можно повернуть направо и там дальше поискать еще одну. Решетка. Чисто визуально я там не вижу круга телепортации. Будучи жуком, я бы смог сюда пролезть, но, к сожалению, решетка слишком высока, а жук не может ее перешагивать. Здесь вроде тоже дырок для жука я не вижу. Ну, надо вернуться к остальным, значит. Здорово. А мне повстречался еще один телепортационный круг. Именно этого я ожидал отправлять тебя в башню. Я подозреваю, что ты знаком с рунической магией телепортации, поэтому много объяснять не потребуется. Круги телепортации работают схожим образом, но не требуют руны и только соединяют две конкретные точки между собой. Ты можешь узнать их по фиолетовому цвету. Они позволяют телепортироваться только на короткие расстояния и менее надежные, чем обычные. Считается, что их можно как-то стабилизировать, но так или иначе, их не часто используют в наши дни. А я нашел большие ворота, ведущие внутрь. А похоже, их вытекли из цельного камня, и их невозможно сдвинуть с места. Должно быть, это и есть знаменитый Вартхал. Согласно легенде, ключ от этой двери охраняла одна из самых уважаемых семей сынов Волка. Если мы хотим пробраться внутрь, то нам надо его найти. Сколько сама крепость заперта, он должен быть где-то здесь. А как думаешь, этот фрагмент имеет отношение к вратам? А как же я раньше об этом не подумал? Каменный врата, значит, ключ должен быть каменным. Судя по тому, что он сломан, я смею предположить, что нам нужны три таких фрагмента. Хм, этот узор. Где-то я уже его видел. Я знаю, в городском музее. У нас есть кожа и вещи выигрывала, но он съел в малого сына Волка. Мне нужно отправиться туда и как можно скорее получить его. Городской музей, это, по-моему, как раз таки коллекционер. Ну ладно, я сбегаю тут недалеко. Так, на всякий случай, я с этих скелетов все подберу. Так, мечи забрал. С тебя тоже вроде... Мне удалось открыть эти проклятые ворота. Теперь мы сможем проходить без проблем. Я также заметил круг телепортации на земле. Если бы ты смог найти руну, то тебе бы не пришлось каждый раз бегать через этот чертовый лес. И еще кое-что. Похоже, что нам придется провозиться с этой крепостью дольше, чем мы думали. Если у тебя есть какие-то нерешенные дела, советую разобраться с ними. Кто знает, как долго мы будем отсутствовать. А скажи мне, А ты довольен своим положением в гильдии торговцев? Может, я и достиг многого, но постоянно чувствую, что мной просто пользуются. Лоренцо пытался мне помочь с самого начала. Давай подумаем, что Лоренцо пытался сделать. Он отправил меня в самом начале осматривать порт. Потом я бегал по поручениям туда-сюда с просьбой найти брата. Он сказал, да, я тебе помогу. Отправляйся только в последнюю гавань. В последней гавани я пробовал. Вернулся назад. Тут уже, по-моему, покушение на волки растряслось. Лоренцо было не до того. Потом прибыл королевский посланник. Иди помогай королевскому посланнику. Потом я сказал, что брат мертв. Но извини, мы сделали все, что могли. Честно говоря, я не заметил. Вообще, хоть какой-то помощи от Араксоса. Они действительно мной пользовались. А может, я и достиг многого. Но я постоянно чувствую, что в ней просто пользуются. В итоге я остался один на один со своими поисками брата. И не получил ни помощи. Ничего, когда она была мне необходима. Я прекрасно понимаю тебя, Марин. У Архаласа и его людей нет угрозений совести. Они высосут из тебя все лучшее, а потом выбросят, когда ты перестанешь быть полезным. И я не говорю, что Родериха или Лоренцо про лохие люди. Просто для них благо всей организации всегда стояло превыше судьбы отдельных людей. У меня была возможность во всем лично разобраться. А не хотел бы ли ты попробовать другой путь? Слушай, Кесель, если ты говоришь о кольце воды, то нет. Потому что, во-первых, моим руководством станут маги воды, которые еще менее адекватны, чем Лоренцо. Потому что Лоренцо я хотя бы понять могу. У него есть жажда наживы, чтобы его организация процветала и так далее. Маги воды поклоняются Аденосу, видят знаки в каких-то бурях, которые ломают места, какие места, ломают мосты. Очевидные факты, что Волкер там пытает людей, собирает армию. Глаза закрывают. То есть у меня будет начальник, какой-то отбитый старый дед, который уже, скорее всего, просто сошел с ума. И плюс, который желал распустить кольцо воды. Поэтому, извиня, Кесель, я не хочу присоединяться. Так, меня волнует вот этот вопрос. Я его спрошу, но только сохранившись, потому что... А кто знает, что произойдет? Я не хочу быть членом кольца воды. Нет, спасибо. А могу ли я присоединиться к кольцу воды? Ты неплохо соображаешь. Да и сражаться тоже умеешь, но... Кольцо воды — это еще и образ жизни. Тебе придется отказаться от многих при своих привязанностей и амбиций. Члены кольца воды посвящают всю жизнь поддержанию баланса и восстановлению справедливости. Мистер Оставщикой — это одно, но миссия, которую возложил на себя Аденос, и это многолетние обязательства. Остается вопрос, готов ли ты к этому? А прежде всего, ты должен отказаться от действующих обязательств и покинуть гильдию, в которой ты состоишь. А на что я могу рассчитывать, будучи членом кольца воды? Помимо того, что я смогу тебя обучить гораздо лучше, чем сами маги, будут смотреть на тебя более благосклонно. А как организация, находящаяся в подчинении монастыря, мы имеем доступ к любым магическим предметам, имеющимся в распоряжении. А если ученик проявляет особые способности, то бывает, что нас обучают знанию кругов магии. А это все для того, чтобы мы лучше выполняли свою работу. Однако помни, кольцо воды — это тайная организация. Мы предлагаем многое, но и требуем взамен полной секретности. Нет, я не хочу связываться с кольцом воды. Это одна из причин, из-за чего Йорн погиб. Конечно, Курт просто идиот, что его кольцо принес Волкеру. Но опять же, у меня в руководстве будут непонятные маги. Сейчас это Риген. Потом придет еще другой старый маразматик, и мне придется их слушать. Причем поддержание баланса — это, как писали в книге, не просто ради справедливости поступать. Например, урки убили человека. Значит, так надо было Адоносу. Могут сказать, маги, ты с этим ничего не поделаешь. Поэтому я против. Итак, предлагаю отправиться в Архалас, храм Адоноса. И побежали в музей. Как понимаю, музей в старом городе у того коллекционера будет. Или что я записал? Похоже, что для открытия врат нам понадобится три фрагмента каменного ключа. По словам Реордиана, последний фрагмент можно найти в городском музее. Но чисто технически я в хороших отношениях с коллекционером. И, наверное, он согласится мне помочь. Но в любом случае я могу ему заплатить. Ну или отдать там тонну старинных монет. Кстати, я в последний раз не помню, когда их передавал ему. Так, погоди. А, где находится музей? Это не та карта. Ну, примерное расположение я помню. Но иначе я буду блуждать. Лучше посмотреть точно, где он. Так. Карта Памбла. Очищенная карта. А, карта города. Пройти прямо, прямо, прямо. И будет музей. И у музея стоят люди Волкера. Они, конечно, здесь давно шивались. В принципе, вот их штаб-квартира, но все же. А вдруг они меня повежут, как только я отсюда выйду? Гражданин. Здорово, Мирон. А я принес несколько старых монет. Отдаю все. Отлично, теперь осталось только отполировать их. И они будут выглядеть как новые. А даже не представляю, где ты взял все эти монеты. Вот тебе маленький подарок. Вликсир, повышение защиты, манной жизни. Спасибо. А у тебя есть что-нибудь похожее на этот камень? Откуда это у тебя? Я был уверен, что мой экземпляр уникален. А если я отвечу, это не важно, я как бы нагрублю. Давай скажу, что я собираю коллекцию. А я хотел бы добавить его в свою домашнюю коллекцию в старом городе. Ты гражданин старого города? Ой, прости, что не узнал. А я недавно переехал в дом рядом с твоим историей Эрнестом и поместьем Рамзи. Ах, да, конечно. Я помню этот прекрасный дом. Я с большим удовольствием поспособствую обогащению частной собственности коллекции уважаемого гражданина. Единственное, о чем я могу просить, это пожертвование на приобретение другого экспоната взамен этого каменного фрагмента. 500 монет, не проблема. Так, и можно бежать обратно. Давай сначала, конечно, проверим. Нет, у него нету тех свитков, о которых я мечтал. Это большая проблема. А с другой стороны, выучить хотя бы первый круг магии и просто пользоваться руной свет. Как же было бы это здорово. Руна свет, по-моему, у меня есть. По-моему, у меня есть достаточно большое количество книг про магию. Предлагаю тогда сбегать в свой домик. Я там их все складировал. И посмотреть, может, я все-таки научусь пользоваться магией. Ну, хотя бы первый круг ради света. Потому что бегать с паладинским светом у меня как-то нету совершенно никакого желания. И можно будет сейчас заглянуть к рамке, к фатхе, ко всем алхимикам и закупиться... Так, я вышел с траву города. И закупиться травой снэперы и наготовить тонну зелий. В общем, давай-ка я все это сделаю без записи, а потом уже отправимся в крепость. Ты когда-нибудь слышал о святом Вергилио? Я так и думал. Эту историю ты не услышишь от подследователей Адоноса. Вергилио был архимагом огня. Таким могущественным и мудрым, что смог вызывать огненный дождь. Огонь был так велик, что никакие стены не могли ему противостоять. Также он обладал такими большими познаниями в магии, что мог уберечь от смерти тех, кого очень любил. По крайней мере, так говорят, старые книги. А что с ним произошло? Он стал настолько могущественным, что другие начали опасаться захвата власти. Такие слухи всегда приводят к насильственным действиям, что в итоге и произошло. К сожалению, он не сумел научить всему своих учеников. И потому его знания были забыты. Великая ирония в том, что он не смог спасти себя. Если что, я просто подошел к Тангралу, чтобы купить у него какие-нибудь зелья, проверить, есть ли у него снайпер-трава, и он мне начал сам рассказывать про Вергилио. Напомню, что Вергилио-то тот самый мах огня, который устроил апокалипсис в Артхале и фактически уничтожил эту крепость. Судя по всему, где-то в глубинах крепости я встречу то, что от него осталось. Наверное, я превратился в какой-нибудь скелета мага или лича. А, давай поторгуем. Ну, и в общем, я пытаюсь найти снайпер-траву, купить какие-нибудь зелья, потому что есть подозрение, что я сейчас отправляюсь в Артхал. После того, как я оттуда выйду, начнется, возможно, шестая глава. И в шестой главе, наверное, или на порту Торки, и тогда буду разбираться с ними. И Волкер мне поможет, а потом с ним разберусь. Или что-то случится, и в итоге магия воды ополчатся на Волкера. Или, опять же, я найду тот меч, который необходим как символ, и магия воды неожиданно прозреет. Поэтому я предлагаю сейчас, я без записи побегаю тут, тут, там, максимально закуплюсь, улучшу также свои доспехи. Если кто-то будет что-то интересное мне рассказывать, то я вернусь. Но, опять же, у меня других заданий больше не осталось. И нужно хорошенько подготовиться, коль об этом и не предупредил Кесель. Также я принес для Водгора серебро. А у меня есть то, что тебе нужно. Предлагаю дать все, но он, опять же, вернет мне его. Вот это для тебя. Так, он мне вернул 84 серебра, и сколько-то монет я получил. Так, может, у него что-нибудь появилось новенькое? А что-нибудь новенькое... Нет, увы, никаких новых чертежей. Ладно, продолжаю поиски. Вот это я понимаю продажа. Я продал Дэвису все ценные вещи, всякие серебряные кубки, золотые чаши и так далее, и получил 14 тысяч монет. Так что я думаю продать ему всю древесину, ну, практически всю. и у меня, наверное, будет... Хм-хм... Тысяч... Двадцать. Отлично, возвращайся, когда найдешь еще. Итак, у меня 23 тысячи монет. Ну, чисто технически на эти деньги я могу купить все зелья силы, все книги, повышающие силу. А что мне еще нужно? В общем, я стал неожиданно нереально богат. Продолжаю поиски травы снеппера. Пам-парарарам-пам. Я забрел в какой-то дом и тут нашел этих огромных крыс. Я сейчас такой думаю, а что это за дом-то такой? И тут есть третий этаж, и какого-то мужика сожрали. Золото. Волшебная флейта. Флейта, которую я получил от крысолова. Он сказал, что получил ее от Хуга. Хорошо. Я могу на этой флейте сыграть? И тогда что, крыс появится? В общем, я нахожусь вот здесь. Этот дом рядом с площадью мастеров. Я подумал, а странно, на этом доме нет вывески, а кто тут вообще живет? Вот. Как раз-таки напротив броника. Поднялся наверх, и там такое. Давай-ка попробуем сыграть на флейте. Вдруг получится. Так, где она у меня тут? Флейта, флейта, флейта. Волшебная флейта. Ага, так. Если развернуть. Да, почему бы и не поиграть на ней. Так, Марина, хорош дудеть. Ты молодец. Кстати, ты умеешь на лютне играть? Не слышу звука. Ну, чисто технически он вроде как умеет, но... звуки не издает. Ладно. Продолжаю поиски своей снайпер-травы и чего-нибудь интересного. Пам-парам-пам-пам-пам. Продолжаем. И я решил заглянуть в последнюю гавань, посмотреть, а что интересно здесь произошло. И тут я не увидел никого, но ни за что, ни про что убили барахольщика. И у него есть все его вещи. Все его вещи абсолютно бесплатно. Я их заберу. Я не знаю, по какой причине городская стража или люди из Араксас решили его убить. Я его не трогал. Но его просто взяли и убили. Спасибо тебе, барахольщик, за твои доспехи. Они мне очень нравятся, но я сделал все, что мог. Я попытался мирно решить конфликт, но произошло то, что произошло. А Элиза здесь Элиза срулила. Тело Кортеса убрали. Может еще старика Проксима убили. Или как его там звали, который был щитоводом. Всех остальных вроде как должны были забрать в Хоринис, добывать руду. Лену я спас. В таверне девушек нет. Барахольщик был единственный, кто вроде как и не связан с пиратами, а с другой стороны и работал на них. А нет, деда увели. Кстати, а что у него в сундуке? Лево, 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 лево. Тоже мне щитовод. Всего 19 монет. Ну что ж, теперь я направляюсь в волчьи логово. Пам-парам-пам-пам продолжаем. А точнее заканчиваем на сегодня. И скажу по секрету, игра в очередной раз вылетела. И мне пришлось все переиграть с того момента, как я спросил у Кеселя, а как, собственно говоря, вступить в кольцо воды. Итак, давай сейчас продадим от гору клинки, потому что я, во-первых, обижал все места, которые до этого посещал, плюс также выковал новое оружие. Всякие там копья южанина, громовые удары и так далее. Но ничем из этого я пользоваться не умею, кроме боевого клинка орков. Так что, Отгар, давай-ка раскошеливайся. А у меня есть оружие на продажу. А хорошо, покажи мне. Громовой удар. Ох, должно быть, ты выложился на полную. 1500 золотых. Копье южанина. 1000 золотых. Тяжелый двуручный рудный меч. 1000 золотых. Инквизитор. 685 золотых. Боевой клинок орков. 1325 золотых. Здорово, теперь мне нужно снова оружие взять в руки. Так, я пользуюсь боевым клинком орков и своим арбалетом. Теперь предлагаю сбегать в казармы королевской стражи и проверить, как там обитают пираты. То есть, по идее, их должны были посадить в тюрьму, прежде чем отправлять на Хоринис. После этого предлагаю также забежать в порт, посмотреть, как там кнут, как он справляется со строительством кораблей. После этого отправиться в волчье логово, доделать все дела и в следующей серии уже спускаться в руины в арт-хала. Так, где у нас здесь будут узники? Хуга, здорово. К сожалению, я у него не могу спросить про флейту ничего. А так, тут пусто, тут пусто. А куда пиратов посадили? Альдер. Кровать пустая. Наверное, королевский посланник их отправил на свой корабль там в трем где-нибудь посадил, не знаю. Тогда добежим сейчас до порта. Итак, вот он Дак, и он напивается. Неужели его выгнали с работы? А, как дела? День, как день, древесина становится все хуже, рабочие ленивее, а король все сильнее нас торопит. Ничего нового. Окей. Это Рут. Кнут, наверное, в том помещении, где раньше сидел Дак. Ведь теперь он стал главным. И... Хм. Тут его не видать. Если что, Кнута также около волчьего логова нет. В общем, он либо растворился в неизвестном направлении, либо находится где-то между волчьим логовом и Архлосом. А нет, вот он он. Отлично. Здравствуй. И с тобой, к сожалению, не поговорить. Так, здесь лесорубы. Ну что ж, тогда я отправляюсь в волчье логово. Продолжаем. Итак, я в волчьем логове. Во-первых, я хотел бы поговорить с Эйнером по поводу той книги, которую я одолжил у Мага Воды, где рассказывалось о доспехах из Вардхала, о мастерстве изготовления этих доспехов. Но по какой-то невиданной для меня причине я не могу об этом поговорить. Это очень странно. Казалось бы, здесь есть и рецепт. Это лучший кузнец, точнее, лучший бронник, но нет. Об этом поговорить нельзя. Я улучшаю доспехи до превосходных. Это у меня будут превосходные тяжелые доспехи южанина. Эйнер бесплатных улучшил замечательно. Далее. Покажи мне свои товары. Посмотри внимательно. Посмотреть, честно говоря, особо не на что. И... Мне у тебя ничего покупать не хочется. Так, теперь побежали к Языгару. И я закуплю последние зелья, прочитаю все книжки, которые приобрел, выпью зелья, которые приобрел, и в следующей серии уже отправимся, наверное, в последнее путешествие. Хотя, может, все-таки сможем вернуться оттуда. Здорово, Языгар. А как обстоит дела с исследованиями? Все идет довольно хорошо. Давай поторгуем. Итак, во-первых, я покупаю определенно зелье восстановления здоровья, которое восстанавливает процент. Далее, бонус к максимальному здоровью. Особо не нужен, урон заклинаниями. Тем более, бонус к силе. Давай я куплю. Зелье скорости можно также взять. Зелье каменной кожи. Увышение защиты беру. У меня, опять же, проблемы с снайпер травой. Конечно, сейчас я ей закуплюсь. У меня уже штук двадцать. Но, тем не менее, ее очень-очень мало. Далее, больше мне ничего не требуется. Сейчас я ему лишнюю ерунду всякую продам. И тогда начнем варить. Итак, я ему продал всякую ерунду. Под ней я подразумевал всякие пояса, кольца, амулеты, которых у меня просто миллион скопилось. Ну, и давайте переварить. Во-первых, зелье постоянного эффекта. Эликсир каменной кожи могу сделать, к сожалению, лишь один. Готовлю все. Далее, зелье из семян. Целебное зелье. И у мне не хватает семян. Я давно ничего не варил, но по-прежнему нехватка. Зелье восстановления. Целебное зелье. Здесь тоже я ничего не могу сварить, кроме самого мелкого. Хорошо. Далее, временное зелье. Зельем ускорения я запасе. Зелье повышения силы на 10 минут. Можно сварить. Снайпер травы не так много требует. Давай три штуки. Бульк. Повышение жизни мне не нужно. Мне бы зелье восстановления здоровья и лечебных корней, как назло, не оказалось. Зелье повышения защиты у меня вроде как есть. И пожалуй все. Ладно. А теперь по поводу тех книжек, которые я подобрал и тех зелий, которые я скупил. начинаем напиваться. Непроверенное зелье я пить не буду. Черный тролль. Тоже звучит как-то опасно. Так, восстановление здоровья. Восстановление здоровья большое. Действует 6 минут. Неплохо. Лекарство для йорна. Оставлю чисто в память о брате. лекарство. Кроме этого лекарства у меня по факту ничего от него не осталось. Конечно, оно ему не принадлежало, но я для него его готовил. Итак, эликсир ловкости. Ну, это чисто стратегический запас денег, поэтому пить не буду. Эликсир жизни бульк, эликсир магического потенциала. Это запас денег, пить не буду. эликсир манны бульк, эликсир силы туда же. Далее, эликсир жизни. Это все временное повышение, правильно ведь? А нет, это странный эликсир, который мне подсунул ежанин. Если я его выпью, я помру, не буду трогать. Далее, зелье каменной кожи. Это повышение защиты временной, как и повышение силы. Затем я приобрел книжки, которые повышают нам выковладение клинком, арбалетом и так далее. И также всякие секреты выделения шишни и тому подобное. Давай прочитаем их. Есть большая доля правды в утверждении в том, что обычно ядовито в небольших количествах и должным образом приготовлено может иметь и положительный эффект. Это как раз тот случай, когда речь идет об укусах шершней. Эти летающие насекомые могут быть чрезвычайно опасны своими острыми жалами, наполненными ядом. Уже не один путешественник убедился, что невылеченный укус может быть смертельным. Однако не все вещества уже ли опасны. Если если быстро разломить пополам то можно выпить жидкость в его задней части одним быстрым глотком. Исследования показали, что только ближайшие к жалу ядовитый секрет приобретают смертоносные свойства благодаря сложившемуся процессу созревания яда внутри тела летающего убийцы. Однако питьевая жидкость обладает удивительными целебными свойствами. Даже одна доза может поставить любого воина на ноги. К сожалению, к положительному воздействию яда. И через некоторое время употребление секрета становится совершенно неэффективным. Но многие охотники отмечают, что вместе с иммунитетом улучшается и общее состояние организма, что является плюсом его употребления. Можно будет в руинах поэкспериментировать. Далее Боевое искусство арбалетчиков с Архалоса том 1. Бонус к владению арбалетом 1. Бонус к ловкости 1. К силе Далее второй том арбалет плюс 1 ловкость плюс 1 сила плюс 3. Третий том арбалет 2 ловкость 2 сила 3. Далее Боевое искусство мечников мертаны том 1. Первый из трех томов посвященных исследованиям техник фехотования мертанцев. Владение одноручным оружием плюс 1 сила плюс 2. Далее второй том владение 1 сила 4. третий том владение 2 сила 5. Далее была еще какая-то книжка про выделение чего-то там вот секреты выделения ползунов многие могущественные маги изучали ползунов чтобы узнать секреты скрытые в их мандибулах хотя причина их загадочных свойств еще не раскрыта не говоря уже о том чтобы превратить их в безопасные эффективные зелья все еще можно услышать о магах регулярно глотающих содержимое мандибул благодаря правильному раскрытию мандибул так чтобы жидкости из двух полостей не смешивались друг с другом употребление их совершенно безопасно предполагается что эти жидкости мгновенные полностью восстанавливают духовные силы магов есть упоминания о крайне редких побочных эффектах таких как галлюцинации психологические расстройства но если верить исследованиям они возникают только в крайних случаях когда выделения секрета сочетаются с длительным воздействием других стимуляторов к сожалению как и в случае с жаломишешней действие мандибул имеет свои ограничения после многократного использования организм начинает вырабатывать иммунитет а дальнейшее употребление не дает никакого эффекта однако многие маги утверждают что с повышением иммунитета увеличивается и общий магический потенциал и мне стало очень интересно прямо сейчас использовать какой-нибудь стимулятор и съесть одну мандибулу так где мои стимуляторы у меня должно было скопиться просто тона так это из табака это из крепкого табака а мне из болотной травы вот пых а теперь мандибулу просто мне интересно случится ли какая-то галлюцинация так как выглядит мандибулу это хороший вопрос не сгоревший пакет запечатанный пакет с необычным и характерным запахом принадлежат хейснеру это опять же из рудника так мандибулу где они вот а это полевого хищника это не то это жалашешня всего лишь 11 я думал у меня их больше гораздо так когтишныга просто тона всего у меня в инвентаре клык кабана ящер тролль волножор язык ящеров мандибулу я возможно найду к следующему утру секстант серьезно и где они рог золото рудный самородок секстант мандибулу ползуновод вроде бы марвина повело интересно это так именно мандибула действовала или употребление дополнительных стимуляторов так сейчас попробую еще один стимулятор возможно как раз таки я увижу спящего или что-то нехорошее случится марвин с тобой все в порядке мне кажется с ним ничего не в порядке предлагаю в таком случае прочесть знания о магии потому что сейчас как раз таки его разум открыт к изучению чего-то нового я искренне хочу использовать заклинание света потому что поиск свитков стал колоссальной проблемой итак знания магии первый круг 10 очков обучения согласен и я просто так взял и изучил первый круг круг 0 что я записал вообще изучение рунной магии я прочитал первый том издания посвященный первому кругу магии из прочитанного следует что мною не изучены еще один том логично читаю второй том ой как же меня штырит марвин держись лучше по-моему куда-нибудь присесть а нет все марвин отошел лучше пожалуй не смешивать эти мандивы чем-то еще так что я записал я успешно владел знаниями первого круга рунной магии теперь я могу использовать рунной этого круга если у меня есть подходящие книги можно приступить к изучению следующего круга но чисто технически у меня манны не так много для меня самое важное это руна света я конечно еще нашел каким-то чудесным магическим образом по-моему шесть свитков света так где они у меня вот да шесть но руна это все поэтому паладинский свет идет куда подальше а руна света на цифре шесть и что у меня получается с характеристиками сила 209 единиц ловкость 22 единицы здоровье 1189 защита от дробящего 162 от режущего 179 от стрел 192 от огня 189 попробуйте меня только магии огня зажарить от магии 79 и мне кажется это просто замечательно и в следующей серии предлагаю уже отправиться тогда в арт-хал а на сегодня пожалуй это все итак спасибо тебе за просмотр если понравилось ставь лайк оставляй комментарий подписывайся на канал спасибо и пока